Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня наше видео посвящено правилам пользования маховым удилищем. Я себе подготовил вот такую небольшую шпаргалочку, чтобы ничего не забыть вам сказать. Понятное дело, что видео очень актуально для новичков. Опытные любители и спортсмены уже все знают, все умеют, им это не нужно. Ну, начнем с того маленькое предисловие, что, возможно, кто-то это не знает. Я говорил в своих видеох ранее и повторил, что суть такая, чем удилище дороже, тем оно будет легче, скорее всего, жестче, им будет удобнее работать, оно будет сенсорнее, но оно будет при этом хрупче. Поэтому ни в коем случае не думайте, если вы заплатили там большие деньги за какую-то удочку, что она у вас будет именно таскать, там, грубо говоря, карпов, траву косить, вместо выкашивать себе для рыбалки. При этом она будет наилегчайшая, будет держать любой ветер, не прогибаться, да, любые поплавки на придержке, там, если вы ловите на течении и тому подобное. То есть, такого не будет. Закон такой, чем удочка дороже, значит, она сделана из более дорогого материала. А более дорогой материал, это высокомодульный карбон, и чем марка его выше, тем он будет хрупче, но при этом легче и, соответственно, конечно, сенсорнее. Поэтому у производителя, скажем так, встают, как правило, всегда задачи такие, что из дешевого угля, соответственно, он может получить дешевую цену удочки, низкую цену, да, дешевую удочку получить. Но при этом он, это удилище будет относительно лапшистым, а может быть и вообще как шланг, плюс оно будет тяжелым и мало и плохо сбалансированным. Поэтому у него есть такой выход у производителя, либо поднимать марку угля, марку карбона выше, тем самым задирать цену вверх, либо сделать строй удобоваримым, то есть более быстрым, более жестким, увеличив конусность колен, либо толщину стенок колен, и то, и другое влечет увеличение, конечно, веса. Но при этом удилище становится, остается недорогим, но становится более надежным, скажем так, потому что сами знаете, что какие-нибудь китайские удочки за 500, там, 1500 рублей, грубо говоря, сломать намного тяжелее, чем удилище за 20, 30 или 40 тысяч рублей. Ну, скажем так, вот в двух словах, чтобы вы понимали. Поэтому, с моей точки зрения, должна быть золотая середина. Если вам нужна универсальная удочка, допустим, да, вы ловите бель до полутора килограмм, иногда, может быть, у вас карп влетит какой-то, или там крупный карась и так далее, то, соответственно, стоит рассматривать удилища именно универсальные и не слишком легкие, не гнаться за бешеной легкостью. Но здесь есть исключения. Например, тот же самый мой Сабанеев лидер, разработчиком которого я являюсь, если вы посмотрите на канале вот YouTube, да, то, либо Routube, то там есть видео, где человек вываживает карпа за 2 килограмма, там по 3 килограмма, по-моему, у него, именно на Сабанеев лидер 7 метров. Хотя Сабанеев лидер 7 метров весит 196 грамм всего-навсего. То есть это наилегчайшая удочка, которая выполнена из дорогого карбона. Но здесь мне удалось это достичь, да, что удочка не сломалась, скажем так, вот на такой рыбе. Именно благодаря расчету каждого колена на нагрузку. То есть чтобы каждый с ростом нагрузки, каждое колено не доходило до своего предела, когда оно уже сломается. Оно могло сгибаться допустимо и дальше переводить нагрузку на последующее колено, которое точно так же сгибается, да, и, соответственно, переводит нагрузку еще дальше. И так до комля. Поэтому вот здесь вот при проектировке таких удилищ крайне важно попасть, понять и правильно рассчитать именно по колено такие удилища. Поэтому вот такие, скажем так, как говорят палки, да, удочки из дорогого угля, они всегда рассчитываются по колено. Потому что если сделать удочку быстрого строя, где будут работать там первое, второе колено, то есть хлыстик, да, и второе колено, то оно просто будет ломаться там, второе колено, да, и оно не будет, вроде всем будет нравиться, но примеров тому масса, скажем так, я далеко ходить не надо, я пальцем называть не буду, но, скажем так, есть удилища, которые хотели тоже после меня сделать и которые ломались на забросе, да, просто из-за того, что ветер не могут пробить там, а более сильно махнет, оно уже ломается. Поэтому здесь вот такой момент, такая золотая середина должна быть. Так вот, это, наверное, ну, одно из исключений, скажем так. Второй момент цены, это, конечно, удилища сделаны в Италии, например, вот Италикс тот же самый, Фьюжн, либо Болонские удилища Омега, либо фирменные палочки там, тех же Колмик, там, которые цена, в общем-то, хоть они сделаны в основном в Китае, да, но это дорогой завод, качественный и так далее, угол там, уголь действительно высококачественный. Но, тем не менее, вот, имейте в виду, что если вы, скажем так, берете удочку на карася, вам не нужно мелкую белью ловить, вам нужна универсальная, вы часто ее, допустим, кладете на рогатки, то не стоит выбирать из дорогих. Берите примерно там в диапазоне, грубо говоря, до 15 тысяч, там, 8-12, 8-15. Ну, это будет, как бы, вы получите тогда удочку максимально легкую, но при этом не настолько хрупкую. Если вам нужно истестовать, скажем так, да, и вы ловите бель, практически 99%, у вас мелкая рыба, и вам нужно просто получать удовольствие от вываживания, у вас никто там не ввалится крупный, и вам нужно, значит, тогда вам нужно брать максимально легкую снасть, если деньги позволяют, соответственно, это удилища уже самого высокого класса, но при этом имейте в виду, что они не простят ошибок, да, то есть, опять же, и вот здесь мы плавно переходим к правилам пользования маховым удилищем. Здесь первым пунктом, скажем так, идет использование подсачника, оно необходимо. По большому счету нужно в себя приучать, кто это еще там, кто хочет, скажем так, двигаться в рыбалке повыше, где он, если он еще не применяет его, то рыба больше ладошки берется в подсачник, это вот такой закон. Для девятки, 9-метрового маха, 8-9 мах, я применяю 4-метровый подсачник длиной. Штекерный телескоп, это вот вопрос следующего видео, я буду там обсуждать, объяснять плюсы-минусы штекерных и телескопических подсачников, там какие-то нюансы я вам расскажу, но тем не менее, вот 4-метровый, это 8-9 маха, удочки 7-8-6, это 3-метровый, ручка подсачника, да, ну, соответственно, если вы на пятерку ловите, то 2-30-2-50, ну, в крайнем случае, ту же трешку, ну, как бы, как правило, она, приходится брать ее чуть там посерединке, грубо говоря. Ну, чуть-чуть здесь оттолкнусь, да, насчет штекерного подсачника, буквально слово. Штекерный подсачник хорош тем, как раз вот в этой ситуации, когда вы можете отстегнуть одно из колен и получить из него нужную длину, в общем так. Ну, там есть свои минусы тоже, кстати говоря. Дальше, значит, вот про подсачник я вам сказал, что это необходимость, поэтому это закон, не надо пытаться рыбу брать в руки, в руку, скажем так, очень важные ошибки, частые, точнее, не важные, а частые, допущение отрицательного угла, ну, как пример, вы стоите на мостике, рыба ушла под мостик, и вы вот так вот вверх удочкой пытаетесь ее там из-под мостика, чтобы она вышла, чтобы ее принять, да, первый момент. Второй момент, когда вы рыбку, удочку держите вверх вертикально, и у вас резко идет вдоль бланка, и рыба висит, скажем так, здесь. Либо рыба улетает назад, вы ее оттуда пытаетесь назад как-то там поймать. То есть при таких ситуациях любое удилище, которое качественное, ну, скажем так, только вот 7 тысяч и дальше, оно может сломаться. Как правило, это поломка первого хлыста, либо второго колена. Ну, потому что в каждое удилище есть какие-то свои слабые стороны. Если любую удочку там, хоть фидер, хоть спиннинг, еще где-то, нагружать определенным образом, то понятное дело, что ломается там, где тонко. А тонко у нас там вверх, да, у всех. У спиннинга сломается хлыстик, у, соответственно, маха удилища, первое, второе колено и так далее. Дальше. При зацепе обязательные условия. Несколько раз наблюдал такую вещь, вроде опытные рыболовы, а, видимо, рискуют, неохота им перевязывать там поводочек или еще что-то. И они при зацепе начинают вот так вот дергать, да, думая, что, ну, ось пронесет, не сломается, я не так сильно дергаю. Ну, суть такая, вы берете и вытягиваете леску и удочку в прямую линию, вот так вот берете за удочку и просто тащите и обрываете поводочек при зацепе. Да, соответственно, никаких вот этих вот дерганий вверх, там, вбок, еще как-то быть не должно. То есть у вас должен быть всегда поводок тоньше основной лески. Имейте в виду, что они и по качеству должны быть соизмеримы, потому что бывает так, что, скажем так, старая основная 0.14, да, и поводок там 0.12, грубо говоря, новый, у вас старая порвется раньше, чем поводок. Да, поэтому суть такая, что у вас должен быть, поводок, естественно, должен рваться раньше раз. И, в принципе, основную и поводковую леску выбирайте соответствующее удилищу, мощности его. Ну, скажем так, если у вас деликатная удочка, хрупкая достаточно, да, и топовая, и сегмент, то нет смысла туда ставить там поводок 0.16, допустим, да, потому что даже при вот таком вот вываживании вы там можете, ну, оторвать коннектор от нее там или еще что-то. И понятное дело, что, скажем так, прежде чем сломаться удочки, должна порваться леска. То есть закон такой, как брать удилище. Я наблюдал с берега даже вот достаточно часто, не знаю, почему так происходит, но некоторые рыбаки пытаются переложить удочку, когда вот удочка, допустим, у вас разложена, и они берутся за некрашенное колено, за некомливое. То есть вот таким образом перетаскивают, передвигают как удочку, поднимают еще как-то, да, когда неохота идти, скажем так, комлю, чтобы ее вот здесь поднять, там, да, держась за комель именно. То есть такого тоже быть не должно, мы беремся только за комливую, крашеную часть. Любые другие манипуляции, браться за колено и с помощью там второго, третьего, середины, как-то поднимать удочку не нужно, это может привести к поломке. Дальше разбирать. Разбираем мы удочку только с хлыста, все колены лежат внутри, и, соответственно, мы вот выдвигаем, беремся максимально широким хватом за колено, да, то есть чтобы не было вот такого вот двумя пальчиками. Почему? Потому что можно продавить колено. Да, мы широким хватом и с небольшим проворотом дожимаем, вот я вам на камеру показываю, докручиваем вот таким образом, складываем каждое колено. Точность также и назад, когда мы раз собираем уже после рыбалки, также начинаем с предкомливого колена, вкручиваем в комы, следующее его таким вот движением мы уже полностью складываем. Тогда у вас удочка и стыки прослужат очень долго, у вас ничего там не затрется, даже если удочка не сильно качественная, допустим, да, и стыки не идеально проладят, подогнаны и обработаны. Далее, один момент, как ухаживать за удилищем. Как правило, у всех удочек вот здесь есть дырка, пробка, и там дырочка для слива воды, которая может попадать в колено. Но дело, скажем так, вся проблема не в воде, а в песке, который может попасть, именно в стыке. Только песок опасен для удилищ. Поэтому, когда у вас удочка разобрана, вот я вам покажу на таком примере, когда у вас удочка вот так разобрана, и вы половили, половили, а там ветер дул и так далее, и сюда может попадать песчинки, вот в этот стык. Хоть он и притерт сейчас, но как бы здесь проблем нет. Но когда вы начинаете задвигать, собирать, диаметр, естественно, меньше, вставляемый, и песочек у вас уходит внутрь. Соответственно, когда вы будете разбирать в следующий раз, то в момент притерки, притирки, да, двух колен, он будет действовать как абразив. И у вас будет трещина. То есть в будущем трещина. Вначале будет просто как вы, грубо говоря, там стеклорезом прорезали. Соответственно, такие вещи, они тоже недопустимы. Поэтому мой совет не протирать, прежде чем начать складывать, положить удилище не на берег, а специально на рогатке, которая стоит на берегу, чтобы оно было над берегом, да, пройтись по нему и протереть стыки. Притом протирка стыков должна быть не внутрь, вот именно в эту сторону, да, потому что вы загоняете сюда песочек, а снаружи, чтобы песок весь вышел. То есть вот такими круговыми движениями, тряпкой, да, вы протираете. Соответственно, проверяете, все сухо, да, все, песочка нет, и дальше уже так же движением вот таким закрываете и собираете удочку. Этого достаточно, то есть кто-то просушивает удилище, но как бы я этого не делаю. Если вы не храните в жестком, не в жестком, а в плотном тубусе, который закрывается крышками, там нет никакой вентиляции, то, наверное, да, что вода там запреет, просто будет запах неприятный. Но углён ничего плохого не сделает. Но, скажем так, просто проще хранить удилище, когда оно проветриваемое, да. Если вы под дождь попали, оно все мокрое, вам приходится его складывать, тогда да, я вот открываю пробочку, просто его сложил, вертикально вот так вот поставил, пробку открыл, и, соответственно, здесь дырка всегда, как правило, есть, и всё-таки вентиляция проходит, и через день оно у вас уже будет всё сухим. Ну и в качестве завершения имейте в виду, что вот соблюдение вот этих правил, они достаточно простые, ну, гарантирует вам, что удилище прослужит долгое время. Ещё один момент, что забыл сказать, это, когда вы производите заброс, обязательно смотрите сзади себя, да, где проходит крючок во время заброса, чтобы он не зацепился ни за что-то, ни за траву и так далее. Если там, скажем так, выкосить идеально траву не получается или примять, то пользуйтесь, вот я пользуюсь, могу подсказать, да, это полиэтиленовым пакетом, то есть у меня полтора на полтора метра такой толстой, толстая плёнка, которой я просто накрываю траву сзади, прижимаю по четырём сторонам камешками, и, в общем-то, этого достаточно. Даже если крючок чиркает по этому пакету моему, по полиэтилену, да, по этой плёнке, то, естественно, крючок никуда не вонзается, и он легко улетает. Поэтому вот прежде чем начать уже работать, грубо говоря, ловить постоянно в темпе, несколько раз встаньте в то положение, когда вы будете забрасывать, и посмотрите наверх, сзади, чтобы именно как вам бросать, руку чуть выше, руку чуть ниже, да, где должен, там пролетает крючок в той или иной манере заброса. Ну и, соответственно, выработайте так, чтобы у вас ни за что не цеплялось. Опять же, должен сделать объявление здесь небольшое, что все люди, кто у нас покупает удилища и являются подписчиком на социальные сети магазина, получают две запчасти в год бесплатно в период проведения акции. Плюс к этому магазин даёт бесплатную гарантию на заводской брак, бессрочную на весь срок службы удилища. И третье, если кто-то даже приносит нам в ремонт что-то, на ремонт, на место ремонта, мы даём пожизненную, тоже бессрочную, на весь срок службы отремонтированного удилища эту гарантию. Имейте это в виду, ну и заказывайте в Мультифиш. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok